Новые подробности в деле депутата Горсовета Аркадия Волкова. Сегодня ему предъявили обвинение. Напомним, Волкова задержали на прошлой неделе. Его подозревают в том, что свой социальный проект «Машина добрых дел» он содержал за счет компании «Крастек». Взамен лоббировал интересы последние в Горсовете. Сегодня депутата из СИЗО возили к следователям. Подробности у Регины Баймухаметовой. Дальше отойдите, пожалуйста. Отойдите, пожалуйста, дальше там собака у нас. Да, да, да. Боже мой. Что там такое сердце? Да, видите, здесь. Погнали сердце из двунок. Уберите собаку. Конвой, собака и по тюремному стриженная голова. Родители, пришедшие встречать Аркадия Волкова возле следственного отдела, после такого зрелища не могут сдержать слез. Только успокойтесь, тихо, тихо. Конечно, все хорошо, это провокация. Мы тебя любим. Мы тебя любим, сыночка. Сынок, я тебя люблю, сыночка. Сергей и Елена Волковы говорят, задержание сына в начале апреля стало неожиданностью для всех. С тех пор не могут поговорить с ним даже по телефону. Никакой связи нет. Никакой связи. Абсолютно. Изолирован. Передать... Четыре дня пытаюсь передать лекарства. Не могу. Ну вот бритвенные приборы. Каждый день хожу в СИЗО. Народного избранника обвиняют в получении взятки. История связана с его проектом «Машина добрых дел». Сотрудники Волкова оказывали бытовую помощь пенсионерам и инвалидам. Волков за счет проекта активно пиарился, казалось, довольны все. Но по версии следствия, зарплату сотрудникам машины платила компания «Крастэк». За эффективное трудоустройство своих работников Волков обещал «Крастэку» покровительство. В случае отказа грозил проблемами. Родители в эту версию не верят и выдвигают свои. У меня такая паника в душе, такое умение. Не знаю. Не знаю, мне бы хотелось верить. Мой сын, я считаю, ничего не виноват. Идет преддверие выборов у депутата городского совета. Выборы губернатора края. Люди боятся. Эти люди боятся. Озвучивая нехороших дел, которые происходят у нас в городе. Вместе с родственниками поддержать Волкова пришла клиентка машины добрых дел. Я пришла выразить свой протест за беспредел силовиков. Потому что человек, он людям делает добро. Пенсионерам, инвалидам. А теперь машина добрых дел, ее закрыли. А люди звонят, звонят и звонят. Просят, чтобы снова вернули Аркадия Сергеевича Волкова. Сам Волков продолжает настаивать на своей невиновности. Сегодня Следственным комитетом было предъявлено обвинение Аркадию Сергеевичу в совершении преступления, ответственность за которое предусмотрена пунктом В, части 5, статьи 290, получение взятки в крупном размере. Аркадий Сергеевич вину не признал. Свою версию адвокаты пока не выдвинули. Собираются вначале полностью ознакомиться с обвинением. Говорят, документ очень объемный. Сегодня Волкову разрешают пообщаться с родителями. А во время обратной дороги к автозаку он рассказывает об условиях в СИЗО. Условия хорошие. Условия хорошие. Вольные, хорошо. Никто сдаваться не собирается. Все нормально, Аркадий будет. Да, все будет хорошо. Спасибо за поддержку, друзья. Адвокаты подали апелляцию на решение суда об аресте. Рассмотреть ее должны в течение двух месяцев. Ну а пока депутат Аркадий Волков находится на карантине в СИЗО. Врачи проверяют состояние его здоровья, чтобы перевести в общую камеру. Регина Баймухаметова, Сергей Раков, 7 канал. И сегодня дело Аркадия Волкова прокомментировал исполняющие обязанности руководителя Следственного комитета Александр Растрыгин. Когда я слышу такой фон, что он не себе в карман, что это было в пользу бабушек и дедушек, которые ему только благодарны. Я могу еще часа полтора на эту тему рассуждать, но этим заниматься не собираюсь. Еще раз говорю, у нас есть достаточно доказательств, подкрепленных результатами оперативно-рысканой деятельности, о том, что основания для привлечения в качестве обвиняемого у нас есть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова